Добрый день, мои дорогие, уважаемые подписчики! Очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Кто еще со мной не знаком, меня зовут Джана. Всем вам спасибо, девочки, кто со мной дружит, поддерживает меня во всех моих делах. Спасибо вам большое, общаемся в соцсетях с некоторыми девочками. Очень-очень рада я этому общению. Так, ну небольшой сегодня обзор покупок, девочки. Кому интересно, оставайтесь. Кому не интересно, может просто что-то интересное вычеркнете, вы можете не смотреть. Так, товарищ мой ходил закупаться за всякими макарошками. Вот такая у нас фирма Смак. Килограмм стоит 29 900, неплохие, кстати. Борило, конечно, получше, но дороговато. Он у меня по фикс-прайсам не ходит. Вот ездит в магазин Ролби у нас по хоккай-сети, такая сеть в магазинах есть. Я думаю, это какая-то местная фирма Смак. Нет, девочки, почитала. Это какая-то, по-моему, то ли Кемеровская, то ли еще. В заставочке потом, если что, подпишу. Вот, сразу он две пачки взял. Вот это 1,3 на 40, и там где-то примерно так же. Вот 29,90 стоит. Так, также он купил рожки еще этой же фирмы, потому что спагетти варить как-то сильно он не умеет. Ну, он варит рожки иногда. Я с работы позже прихожу, пока доеду с города. Вот, рожки, проще ему сварить рожки. Такая же цена, такая же это Смак. Вот, от 34 рубля. Неплохая фирма, так прям не развариваются, нормально они варятся. Я себе опять по акции своим любимым командоре мне под этим. Как-нибудь сниму вам видео. Вернее, оно снято, девочки, но не склеено еще. Так, склеим. Ставлю. У меня очень много снятого, а склеивать все что-то некогда. На телефоне места не хватает, на компьютер придешь включать неохота. Купила опять вот такой сыр с ветчиной. Последний день была акция. Вот, купила 150 грамм. Вы уже все его видели, я в прошлый раз показывала. Вредны, конечно, такие сыры лучше кушать натуральные, но иногда по-быстрому раз, если что-нибудь проспишь или прокопаешься, что-то поделаешь, утром окрекешься. Особенно у меня мода ролики утром снимать. Вот, такой сырок брала. Он стоит 90 рублей. По акции идет половина у нас на карту копилку. Знаете, у нас такие карты копилка. 45 рублей, в принципе, нормально. По акции был тоже, я уже тут развернула, на работу себе положила половину по обезжирению. Семеннич на 49 рублей. Тоже как бы недорого, 200 грамм творожок. Ну, такой он, конечно, весь протертый. Тоже, наверное, думаю, не очень полезный. Ну, хотя, в принципе, все равно тут должен быть нормальный состав. И такую же сметану Семеннич на брала. Вот у нас почему-то именно нам продукцию Семеннич на. Видимо, что она наша местная, девочки, постоянно идет акции. Вот, значит, сметана Семеннич на 49 по акции-то была. А так она на 22 рубля дороже, потому что вот на карту копилка мне пошла скидка. Скидка сырок 46,98 и творог, а, творог 54. Ну, да, где-то я так и сказала. Вот на 150, девочки, была покупочка. Так, потом что-то я еще брала. А, это что-то у меня тут отдельно идет зачисление выгодных рублей на эту карту. А, ну, это чеку, наверное, что вот с сыра идет начисление на карту копилку. Вот так. Потом вот этот Селинберг нашла, девочки, 196 рублей он стоил, я вам говорила. А тут цены не сказала, примерно так что-то я его говорила, что он около 200 рублей как бы стоил там по акции. Ой, вроде, девочки, 184 рубля Селинберг, держи, булочки еще покупала. Пошла за булочками, увидела этот Селинберг, смотрю, последний день акции, вот и купила, девочки. Там же, так же там по акции был майонез с калевы на углях. С прямыми утром я люблю базилики, вот с базиликом, но не очень острый, как бы иногда хочется чего-то остренького. Ну, так, ничего. Кетчуп. Тут еще какая-то акция была, подарки какие-то. А, ну, она уже кончилась, девочки. Ну, неплохой такой достаточно кетчуп, но что-то тоже вот не очень. Перед этим я какой-то другой брала, мне как-то вроде лучше понравился. Соус вот такой опять в прошлый раз брала тартара, сейчас в разливочный чесночный. Тоже это все вредно, конечно, девочки, что и кетчуп, что и это. Своих помидор-огурцов нету, кто-то в этом году ничего мне не дал, не это. Угощаю, девчонки, ну, не сварила. Брала кофе Якобс по акции, девочки, тоже чека нету. 300 рублей она стоила, 150 мне пошло на карту-копилку, или 158, что-то так. Вот получилось оно мне. Как бы это выгодно, девочки. Здесь 95 грамм. Вот у нас в фикс-прессе баночка меньше 47 с чем-то. Она 99. Получается здесь 2 таких баночек. Это уже получается 200. Взяла, думаю. Потому что кофе Якобс редко бывает по скидке, только в фикс-прессе. А то я беру вот в этих таких вот, знаете, фольгированных пакетах кофе. Как бы говорят, что оно там не очень почему-то, что кофе вот именно в банках, оно вроде как подороже. Хоть и говорят, переплачиваешь за банку. Ну, думаю, все-таки надеюсь, когда-нибудь начну делать какие-то DIY. Вот это такая большая баночка, из нее что-то может красивое получиться. Также опять свой излюбленный чай. Что-то другие пока мне не нравятся. Ну, или скидок на них не бывает. Пинако-лада, черный, девочки. Кто еще не знает, очень вкусно. Попробуйте. Со вкусом коктейля пинако-лада и кусочками ананаса. Прям вот, кто пил такой коктейль, прям вот такой привкус. Олейте напоминание. Не хочется еще как-то грустить. Вот такой кекс тоже по акции брала за 49. Так он стоит тоже что-то 90 или 70 рублей. Тоже когда-нибудь надо будет попечь. Я уже его брала неоднократно. Пекла неудачный кекс и удачный. Ну, вот еще надо будет испечь. Ну, вот такие печенюшки мы опять тут брали. Сколько грамм тут, не помню. По 160 рублей они у нас, девочки. Такие вот они рассыпчатые. В этот раз вообще такие тоненькие. Да я не откусила. Это так они аж разломились. И с сахарком посыпаны. И не так есть можно. Если в чай помакать, очень прямо во рту тает. Все. Так. И, кстати, печенье. Вот такое печенье брала в фикс прайсе. Я вам не показала. Ну, кто-то хвалит, кто-то нет. Вот одна печенька осталась. Я специально вам решила показать. Так, в принципе, ничего оно. Начиночка хорошая там розовая. Такая клубничная. Все. Ну, вот эта сама печенька. Ну, мне кажется, как по моим зубам суховато. Только вот размачивать. Вообще жесткая для ребятишек особенно. Такое печенье есть наше. Вот яшкинское. Еще какое-то. Таких же вот пачечках. Оно помягче, девочки, намного. Ну, в общем, решать вам. Ладно, мы на такой большее. Так, конечно, все вкусное, свежее, хорошо. Так, ну, брали вот такой чесночок. Уже тут одна головочка осталась. Чеснока тоже у нас нет. Вот у чеснок у нас, девочки, по 134 рубля. Ну, вот, командора тоже я брала. Срочно надо было салат сделать со свеклой на 9 рублей чесночок. Вот такой у нас килограмм по 132 головочки. С 9 рублей, в принципе, тоже это как срочно надо. Если что-то, я думаю, недорого. Ну, вот как-то так. Небольшие такие покупочки. Ну, куда-нибудь ставлю, мои дорогие. До новых встреч. Варю вот такую пшеничную кашку с тыковкой. Очень полезно, девочки, мальчики. У меня замороженная тыковка была. Я ее вот так на терочке тру. Немножко молочка. Сначала на водичке и пшеночка. Немножко сахарку. И все это варится. И оставляю вот так вот с водичкой ее. Потом, потому что она еще разбухает, девочки. Очень вкусненько. Вот такая вот идейка. Потом покажу в этом видео. Такой, мои дорогие, уважаемые подписчики. У меня сегодня был вкусненький обед. Сегодня я выходная. Приготовил картошечку. Ну, кто по-французски называет, то как. Я, как бы, мне кажется, она не совсем у меня по-французски получается. Она там запеченная корочка должна быть. Духовка у меня что-то сломалась, так и не наладила. А в чудо-сковородке она, видите, немножко такая разваристая получается. Сверху немножко корочка с сыром. Ну, все вы знаете, как готовить. Если кому-то новым хозяйкам интересно, я могу написать. Вниз выложила картошечку. Сверху мяско с луком, майонезиком со специями. Все это обмазала. Все это поставила тушиться. И потом сверху присыпала сыром. Ну, вот как-то так. Снимать, девочки, некогда готовку. И сервировку тоже. Ну, вот хоть какой-то такой. Кому-то раз может вот что-то некому приготовить. Раз посмотришь что-то у кого-то. И раз быстренько тоже приготовишь. Приятного всем аппетита! Доброго всем утречка, мои дорогие и любимые! Рада вас всех приветствовать! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Жанна. Сегодня вот такой у меня мину дня. Такой вот у меня быстрый ужин сегодня легкий. Сделала яиченку. Вот так вот сырку потерла на сковородочке. Показываю, чтобы не остыло. Потому что пока буду показывать, остынет ее невкусно кушать. Вот чайок Нурик я вам в обзоре показывала. С крестнометраной заварила. Вот такой не сильный, яркий цвет у него. И для зубов мне хорошо. И я как-то крепкий чай не люблю, не понимаю. Ну, конечно же, конфеточки с клубничкой. Потом с чайком попью. Вот как-то так. Решила попробовать снять на планшете товарища. Проэкспериментировать, неудобно держать. Ну, вот, как-то так. Приятного всем аппетита. Передное меню дня, мои дорогие. Вот такой вот салатик из свеклы. Сейчас как раз сезон овощей. Морковочки, свеклы. Варили, потеряли на терочке. Чесночка, майонезика. Можно без чеснока. Кто не любит, по соли, по вкусу. Кто без соли. Так что вот такая вот для всех находочка. Вазочки из фикс-прайса. Вот сделала я его. Удобно, если их не съедим, можно вот крышечкой закрыть. Ну, вот, как-то так. Приятного всем аппетита. Приятного вам. Продолжение следует...